Я прошел путем падающего камня и текучего водопада по темным тоннелям суккубов, не замедлив скатиться тугими субгравитационными зонами к изножию лестницы творения. И над водами видел небытийную печь, от которой восходили сознательные энергии, дули ветра дымов, соткущих платья для дев черных туч. И вот, чуется мне в дыхании бездны, водоворот весьма широкий, долгий, наверху белым пламенем тает невесомая звезда, а внизу прохлады жарки, а в середине пространства изъявляется мрак, существующий в колодцах сам по себе. Во мраке горит сноб, сопровождаемый глазами. Покачивающие блестящими, великолепными крупами, длинноногие кухарки ведут хоровод у печи. Они ослепляют золотыми лучами волос, томно стреляют глазами, а с их бледных уст сквозь острые зубки струится песня. Варись, варись! Они говорят на языке гортани, на языке тела, на языке огня. Ледяная, знойная, жгучая круча их смертепитательных сосцов образует волнение, которое подобно призматической вибрации спиральной реки, таящейся, плавящейся в недрах белокаменных соков вечного города. Знакомство с кухаркой – это знакомство со всепожирающим черным огнем. Передача знаний кухарок – течение густой, ядовитой киномы, капающей с их языков, с их когтей, тонкой пленкой, покрывающей их шипы, сверкающей среди рогов, благоухающей под копытами. Испить настой из печи – значит принять в себя смерть. То, что варится под присмотром кухарок, никогда не получает продолжения в мирах яви. Если хоть какая-нибудь возможность взглянуть на плод, согреваемый ими в печи, я хочу пойти на это. Я обладаю стальным телом, летаю по воздуху и полон силой сложенных помыслов. Ста восьми тысяч владык преисподней. Стали бы они хранить внутри печи то, что можно показать, – отвечала Донна Анна, размахивая хвостом. От каждого ее удара взметались со дна пространства облака тягучей, сладко пахнущей пыли. Кухарки, – продолжила она, – поджигают изначальную букву, что пребывает в безраздельном океане хаоса. Печь – это лишь отзвук того величия, той силы, которая перед тобой, но эта печь и есть часть процесса. Донна Анна сверкнула инфракрасными глазами и выразительно указала когтем на себя, повторив, – «Эта сила и это величие сейчас перед тобой. Однажды я снесла мировое яйцо, окружив ажурную букву хаоса нитями». «Проедестинации. Грозовое яйцо». В этот момент не оставалось сомнений в том, что Донна Анна хорошо знала ремесла кухарки Абсолюта. Тело ее с приятными влажными шорохами трансформировалось. Появились локтевые шипы. Третье веко окрасилось цепкой лунностью. С кончиков когтей в бездну упали упругие струи сущностных благоуханий. Из скорлупы я создала пудру для щек. Из белка – запах морской волны и туман. Из желтка – медовые соты. Субтитры создавал DimaTorzok